Звезда эстрады официально женился только однажды на мастере спорта по акробатической гимнастике Елена Стебенева, от которой у мужчины родилась дочь. Однако личная жизнь Александры Серова оказалась не так проста, сразу несколько женщин претендовали на статус его любовниц, а также матерей внебрачных наследников. Недавно появилась новая поклонница артиста, сорока трехлетняя сотрудница полиции Татьяна Антон прорвалась на сцену во время выступления кумира. Женщина пришла в свадебном платье и заявила, что хочет стать его невестой. Смущенный Серов в шутку пообещал взять фанатку в жены, но Татьяна была настроена серьезно. Не дожавшись певца у служебного входа, сотрудница полиции решила обратиться к программе Андрея Малахова. Прямой эфир. В студию женщина вновь надела белое платье и рассказала о чувствах к певцу. Оказалось, Татьяна следит за карьерой звезды с 10 лет. Ей также удалось сделать совместную фотографию с кумиром. Фанатка уверяет, что до сих пор помнит его поцелуй в щеку. «Я полюбила его как мужчину. В 10 лет я уже влюбилась в него. С той поры на протяжении 30 лет, я продолжаю его любить своим огромным сердцем», — призналась Татьяна Антон. Женщину не смущают скандалы, связанные с любовницами артиста. Она уверена, эти девушки просто заинтересованы в материальной поддержке Серова. В студии появилась бывшая избранница артиста Надежда Тилер, которая стала отговаривать Татьяну выходить за него замуж. «Этот человек не стоит многих женщин. Я перенесла только боль, унижение и разочарование. Он оскорбляет нашу совместную дочь, которая родилась 29 лет назад. До сих пор ее не признает, считает ненормальным человеком», — рассказала она. Еще одна пассия звезды Лариса Сладкова заявила о возможном рукоприкладстве со стороны Александра. Своё мнение высказала и участница «Дома-2» Дарья Друзьяк, которая обвиняла мужчину в изнасиловании. Были и те, кто положительно высказывался в адрес певца. Например, экс-возлюбленная Валентина Аришина вспоминала о нем, как о скромном и приятном человеке. Поддержать очередную влюбленную в артиста женщину пришла ее подруга Лидия Калмыкова, по мнению которой, именно Татьяна — его Мадонна. Она рассказала, что сотрудница полиции никогда не испытывала такой сильной любви, как к певцу. У Татьяны и Антон было несколько романов и есть дети, но ни одни отношения не продержались больше двух лет. Во время эфира женщина обратилась к кумиру. «Я тебя очень люблю. Я уверена, что благодаря моему упорству, мы будем вместе», — призналась фанатка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова